На фоне тяжелейшей экономической ситуации в Турции предвыборная борьба между нынешним президентом Риджепом Таипом Эрдоганом и его главным соперником, оппозиционным лидером Кемалем Кылыч Дараглу, настолько напряженная, что эксперты не берутся прогнозировать ее исход. По последним данным соцопросов, оппонентов разделяют всего несколько процентов. При этом нынешние президентские выборы в Турции будут, возможно, иметь глубокие политические последствия не только для самой страны, но и привести к изменениям на международной арене и повлиять на отношения Турции, страны-члена НАТО, с Евросоюзом, а также с Украиной и Россией. В случае победы Кылыч Дараглу отношения Анкары с Кремлем, по всей вероятности, станут более прохладными, но не холодными в целом, а поддержка Украины со стороны Турции станет более открытой и решительной. Как минимум на первых порах отношения Анкары с Западом значительно улучшатся. При этом стоит отметить, что отличительные черты внешней политики Эрдогана, ее воинственный характер и радикальные повороты будут сглажены, а поведение Анкары на международной арене станет более устойчивым, предсказуемым и менее воинственным. Расширение сотрудничества между Эрдоганом и Москвой в последние годы, в частности, сделки в энергетическом секторе и закупки Турции российского оружия, неоднократно вызывали критику со стороны Запада. Но каким бы ни было в будущем правительства в Турции, заинтересованность в партнерстве с Россией сохранится по целому ряду направлений, полагают политологи. Если и будут какие-то изменения в отношениях с Кремлем, они затронут тон, а не содержание. Турецкая республика и дальше будет пытаться поддерживать взаимодействие с Россией, так как зависит от нее, в частности, сейчас от российских энергетических проектов и туристов. Эти пункты особенно важны для Турции сейчас, когда, откровенно говорят, экономика страны пребывает в глубокой депрессии. По всей вероятности, правительству Турции, каким бы оно ни оказалось, придется поработать над соблюдением западных санкций против России за ее войну в Украине. Этот процесс идет уже сейчас. Правительство США через Министерство финансов и Госдепартамент неоднократно давало понять, что нынешнему правительству Турции необходимо начать соблюдать санкционный режим, в особенности те и в участии, которые касаются вторичного экспорта технологий. Еще одним аспектом сотрудничества Анкары и Москвы, вне зависимости от исхода выборов, остается Сирия. Проблема продолжающейся гражданской войны в Сирии, помощи Кремля режиму Асада и конфликты с ним Турции при одновременном стремлении России и Турции договариваться о зонах влияния в Сирии, останутся одними из самых сложных политических вопросов для всех участников этого треугольника. На этой неделе в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России, Турции, Сирии, а также Ирана, по итогам которой стороны договорились о создании экспертной комиссии по турецко-сирийскому урегулированию. Для Турции приоритетным остается вопрос возвращения 3,5 миллионов сирийских беженцев. Но, как отмечают эксперты, шансов быстро распутать сирийский клубок проблем мало, как у Ордогана, так и у Кылыч-Дороглу. Вне зависимости от того, кто победит на этих выборах в Турции, у Анкары устойчивое и реальное желание восстановить отношения с сирийским режимом, чтобы репатриировать беженцев в Сирию. Однако у правительства Ордогана имеется тяжелый эмоциональный багаж в отношениях с Асадом. Возобновление дружественных отношений и сближение несколько легче далось бы новой турецкой власти. Турецкая оппозиция давно выступала за более прагматичный подход к отношениям с режимом Асада, и ее значительная часть прямо критиковала вмешательство Ордогана в сирийские дела. Хочу напомнить, что в турецкой дипломатии существовал давний принцип невмешательства во внутренние дела соседних стран, и, возможно, в случае появления новой власти о нем вспомнят снова. При этом подчеркну, задача возвращения миллионов сирийских беженцев на родину невероятно тяжелая, так как сама по себе зависит не только от отношений между Турцией и Сирией, но и от многих других игроков, включая Иран, Россию и международное сообщество. Кроме того, после выборов, как считают эксперты, может несколько измениться риторика Турции по вопросу вступления Швеции в НАТО. Это может стать и чрезвычайно удобным ходом в отношениях с Западом. Шансы на вступление Швеции в НАТО будут намного выше, чем до нынешних выборов, вне зависимости от того, кто придет в власть. Пока что правительство Эрдогана совсем не чувствовало себя обязанным впускать Швецию в Альянс. После выборов политическая, так сказать, ценность этого вопроса для Эрдогана снизится. А для потенциально нового правительства Крылыч-Дараглу такой шаг и вовсе будет крайне подходящим шансом показать Западу, что теперь в стране есть новый начальник, и этот начальник с нетерпением ждет возможности вести дела с Западом. По данным опросов, более 60% турецких избирателей хотят, чтобы их страна стала частью Евросоюза. Но при этом они не верят в то, что ЕС примет Турцию в свой состав, даже если их страна будет соответствовать всем критериям. Таких шансов попросту нет. Их не было целое десятилетие. Главная причина – проблема Кипра. Все турецкие политические структуры поддерживают Турецкую республику Северного Кипра, которая признается исключительно Турцией. Но Кипр вступил в состав Евросоюза в 2004 году, и теперь эта страна не собирается лишаться туза в рукаве, продолжая отстаивать свои интересы. Даже если бы все остальные претензии ЕС к Турции были бы урегулированы, кипрский вопрос так и останется непреодолимым препятствием. Напомню вам поговорку «никогда не говори никогда». Не будем забывать, что чудеса случаются. В 2004-м таковым был план Кофи Аннона. И тот факт, что турецкая сторона, включая турок-киприотов и население Турции, его приняла. Кто знает, может появиться новая возможность урегулирования проблемы, и на этот раз греки-киприоты поддержат ее. Если на майских выборах победит оппозиция, учитывая ее стремление к возвращению большей демократичности Турции, Евросоюзу стоит пересмотреть существующий подход к отношениям с Анкарой и предоставить Турции шанс. Это пойдет на пользу не только Турции, но и самому Евросоюзу, так как укрепит позиции демократии в мире, где все чаще на передний план выходят автократические режимы. Эксперты прогнозируют высокую явку на президентских выборах в воскресенье 14 мая. При этом, по всей вероятности, Турцию может ждать второй тур, так как для победы по существующей конституции страны один из кандидатов должен набрать более 50% голосов. Голос Америки, Вашингтон.